А накануне Дня Победы на Красной площади города Чебоксара прозвучат песни военных лет. Живой концерт с участием чебоксарских исполнителей начнется 8 мая ровно в 18.00. Участники Чебоксарской группы 15 суток одни из первых, кто согласился принять участие в живом концерте. Победа одна на всех. Сейчас ребята активно репетируют. Специально для этого концерта Павел, Алексей и Дмитрий сделали новую аранжировку любимых многими песен о войне. Мы взяли песню Утесова «Самолеты», которые первым делом, и «Бомбардировщики». То есть такая самолетная тематика у нас будет, авиационная. Из военных песен. И проведем некоторую параллель с более современными вещами. Мы сыграем свою песню, рок-н-ролл про кота. Не все, конечно, сразу получилось, но, тем не менее, старания и труд, все перетрут. Вообще, очень интересный опыт, я считаю, военной песни. Тем более, мы будем готовить в своей аранжировке несколько вещей, композиций. Это как с музыкальной точки зрения интересный эксперимент, так и, в принципе, поучаствовать в праздновании Дня Победы. Это, по-моему, здорово. 8 мая гости и жители столицы республики увидят выступления и других кавер-групп. В проекте «Победа одна на всех» участвуют 4 кавер-группы нашего города, «Пятнадцать суток», «Река времени», «Радиосигналы» и «Параллели», а также замечательная вокалистка Марина Драбанова. Коллективы охотно откликнулись. В названии этого проекта уже заложен смысл, что мы объединяем действительно все поколения, и старшее поколение, и молодежь. И в этом проекте группа будут исполнять песни военных лет, знакомые всем, а также будут исполнять песни уже после военных лет, но песни тоже, которые знакомы абсолютно всем. В самом начале концерта на Красной площади состоится флэш-моб. Артисты вместе с гостями праздника исполняют гимн 9 мая, песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». Кстати, концерт можно будет увидеть в прямом эфире национального телевидения «Чувашия» и услышать в эфире «Таван-радио». Трансляция начнется 8 мая в 18.00. Не пропустите. Галина Титарчук, Игорь Зверев, «Республика».